Новый дом в дикой природе обрели более 700 корней жизни. Изъятые таможни корни женьшеня посадили на земле леопарда. Крупная партия добытого браконьерами краснокнижного растения была изъята сотрудниками дальневосточной оперативной таможни в пограничном районе Приморья. Здесь у границы с Китаем был задержан контрабандист, пытавшийся вывести корни из России. Ценнейшие растения были переданы в Росприроднадзор, специалисты которого заключили – женьшень все еще можно спасти. Женьшень – это ценнейшее лекарственное растение, на Дальнем Востоке России только произрастает, немного в Северной Корее, немного в Китае и общая численность насчитывает не более 100 тысяч экземпляров. Поэтому для нас это уникальные события. Подобная практика происходит впервые и это позволяет спасти женьшень. Вместо его утилизации по согласованию с Росприроднадзором, по согласованию с наукой было определено место высадки на подведомственной ФГБУ земля-леопарда территории. И эта высадка осуществлена в сроке в соответствии с рекомендациями науки, когда температура почвы и погодные условия наиболее будут приятны. Эксперты научно-исследовательского центра «Красная книга» дали рекомендации по выбору нового места для женьшеня. С учетом его биологических особенностей специалисты земли-леопарда подобрали участок с оптимальными условиями для естественного развития. Характеристики почвы, защищенность от зимних ветров, влажность местности во внимание были приняты все аспекты. Для посадки женьшени использовали рекомендованный учеными метод. В богатой полезными веществами земле выкапывали небольшие лунки. Затем специалисты бережно помещали в них корни. Теоретически приживаемость должна быть 100%. Конечно, не исключены какие-то случайности, которые не позволят взойти женьшени. Но весной вместе с наукой и с управлением распроднадзора по Приморскому краю мы будем проверять схожесть корней. Подготовка к экспедиции по пересадке дикоросов велась в режиме строжайшей секретности. Данные о больших скоплениях женьшеня могли привлечь на охраняемую территорию браконьеров, в том числе из Китая. В результате этого трудоемкого процесса в дикую природу вернулись 749 растений. Максим Яковлев, Ольга Зайцева, Новости на Восьмом.